Смотрите, у меня такой вопрос, кто был в прошлый раз, немножко сделаем повторение, если вы кого-нибудь интересует, то вы думаете, о чем говорить, какая была как бы тема, о чем он вчера в прошлый раз говорил, кто может вспомнить. Я могу даже микроходчик закинуть, красивый дом. Спасибо. Спасибо. Вы можете еще какие-то есть тезисы, которые он говорил, добавить. Там такое очень страшное слово употребляли, которое люди очень боятся, кто-то может вспомнить. Спасибо. 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 А что я делаю? Не копировать мирский образ жизни, а преобразовывать его в ум, чтобы быть способным познать Божью Волю. Потому что мы часто как, мы хотим копировать мир, как живут люди в этом мире и хотим познать мне системы Божью Волю. А Павел, дорогие ребята, если хотите Божью Волю узнать, вам надо не копировать мирское образование, а наоборот изменять все равно, в мышлении. И третий вопрос. Услуживание людей в церкви жизни. То есть, когда человек служит и данные, которые есть. Был задан интересный вопрос. Так а все-таки, а что такое данные? А какие они есть? Вот мы сегодня об этом будем говорить, мы сегодня будем говорить об этом, на тему духовные дары. Одна из самых серьезных тем, которые просто там, я не знаю, люди копья ломают до сих пор. Уже, наверное, христианство 90 лет. Они все тут друг с другом все-таки решают. А что ты говоришь? А вот этот бар важный, а этот не важный. А вот этот у меня. И так далее, и так далее. Мы сегодня на эту тему будем говорить. Смотри, у меня такой вопрос. Не нравится такой вопрос, поэтому у меня такой вопрос. Какая разница между словами талант и духовный дар? Какая разница между словами талант и духовный дар? Талант и талант? Шеха? 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 Шеха. Я не знаю, почему. Вот есть такой замечательный дар. Так. Это суждение. Это то, чем, какая способность. Что такое духовный дар? Так. Только сейчас я вам буду извести. Тот, кто еще не говорил, что такое духовный дар. Так? Я активный, правда, согласен. Духовный дар. Что он получает? Шеха. 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 Главное, чтобы не пошло. Шеха. 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 Смотрите, друзья. Значит, такие пару формулировок интересных. Смотрите, сама врожденная способность человека. Врожденная способность. Это то, что человек получает в рождении. Независимо от его линии или футболка, или линии или футболка. Понятие. Есть даже такой стиль. Как называется? Криминальный талант. А что значит криминальный талант? Это способность что делать? Нет. Иметь. Это криминальное. Это умение делать очень классно преступление. На криминальный талант. То есть это что же талант? Правильно? Там ограбили банк, например, чтобы Дениса споймали. Вот такой талант. Все. Понимаешь банк? Он в полиции 20 лет ищет. Вообще нигде не будет. Талантливый такой преступник. То есть это понятие нейтральное. Это может быть талант как хорошая вещь, так и платить вещь. Это просто способность человека. Смотрите. Смотрите. Паралит очень. Это нейтральное понятие. Оно стало нейтральным, когда человечество упало. То есть стало жить любовным образом жизни. Ну конечно хочется всегда думать о таланте с хорошим преступлением. Потом. Для личной пользы. И пользы общественной. То есть человек может быть талантливым для своей корыстной пользы. Например, денег побольше заработать на своем таланте. В чем пример? Вот например. Кто кому вы знаете, чтобы на своем таланте заработать на горе? Давайте. Кто? Нормально. Ну вот какое-то имя назоветел. Хороший человек, но на своем таланте денег заработал. Своим пользом. А? Стивиландер. Это музыкант, да? Или нет? Или нет? Или нет. Вон какая-то у него особенность была. Да. Да. Слепой музыкант. Который очень известный. Выдающийся. Да. Спасибо. Саша. Друзья. В области IT. Какие известные люди. Не только IT. Вообще в мире. Которые на своем таланте денег зарабатывают. И продолжают зарабатывать. Кто? Илон Маск. Конечно. Талантливый. Так сказать. Мужичок. Вот. И вот у нас в таланте зарабатывает. Неплохие. День жизни. Как бы. Смотрите. То есть. А есть люди талантливые. Которые заработали на своем таланте. Так же у него расисты. Ну. Это не просто для себя. Он же для других старается. Понятно? Вот. Чтобы и люди в космос полетели. В космосе. На супер дарах катались. Вот. Но этот талант не требует развития. То есть человек должен тренироваться на талант. Смотрите. Духовный дар. Приобретенная способность. Человека. Которая дается исключительно святым духом. Исключительно. Духовный дар он дается только для святым. После духовного перерождения. Когда человек пережил духовное перерождение. Исключительно для развития церкви. Человека. Он исключительно дается только для этого. Только святое понятие требует развития дар. То есть не бывает духовного дара. Каких-то плохих вещей. Ну может быть какой-то есть. Демонический дар. Который человек одерживает. Он например мысли читает. Или например там. Ну что-то плохое делает. Но духовный дар. Что-то о котором он говорит в даре. Оно имеет только вот такую. Вот мы сейчас об этом с вами говорим. Итак. Мы сейчас обсудим три вопроса. Первый. Для чего святой дух наделяет человека духовный даром? Для чего это делается? Второе. Где применяется духовный даром? Уже немножко коснулись. И третье. Что будет если человек не применит духовный дар? Друзья. Сейчас во время вот нашего размышления. Третий вопрос. Мы ответа на него не будем давать. Но оно проистекает. Для того чтобы читать. Размуждать оно все равно будет проистекать. Смотрите. Давайте перейдем сейчас в текст. Мы будем читать. Вера Коринфянамов. Длиннадцатая глава. С 1 по 14 стих. И еще два стиха выбора. 18 и 27. Кто мог бы прочитать? Кто мог бы прочитать? Я могу дарить вопрос. Кто мог бы прочитать? Спасибо большое. Кто мог быある. Зачем выяснятили trip WApersовую Sea Дж daily поражение о каждое видео. По Ки frei overwhelmceğimщ libro. Как Alan был вSure виржен hall в хочет, 196 haчил дуаланных силном мир на бур questo в виде во всех теле в средствии combustpper в революбить того о бур, между дуаланных, то VM,ouch cuk Gabe, взводga телефонов, допустим свой взрыв. Может быть, Продолжение следует. 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 Прочитайте, пожалуйста, кто может в слух прочитать, что здесь написано? Кто может в слух прочитать? И вот в самом деле текст, можете прочитать, пожалуйста? Да, да, второй третий стиль. Нет, 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 это вторая, да, это я просто заметила, где это активистый базовый второй третий стиль. Спасибо большое, Саша. То есть, смотрите, человек отдарованный, слышали? Его дар направлен на прославление Иисуса Христа. Он нелегко не будет проклемать Иисуса Христа, в каком бы он ни был состоянии. Почему апостол Павел употребляет вот этот текст? Дело все в том, что многие люди, а это было написано греческой церкви, греческая церкви, потому что Дима, он, например, с Кипра, с Кипра, да, с Кипра. Выговорил греческая церкви, значит. Вот. Так вот, когда он, многие верующие были из греческой культуры, они участвовали в язвуческом пути поклонений. И они сейчас заходили в Транс и начинали, могли употреблять во время Транса разные, я не знаю, что там, словосочетания, прославляющие богу, проклинающие богу. Я просто говорю, что это, отдарованные люди, они всегда будут направлены на то, чтобы посетить Иисус Христа. Третий момент. Бог везде один и тот же. Дары различные, служения различные, действия различные. Бог везде разделяет разные. Видите, тут даже есть дары, служения и действия. Три таких разных слов. Мы, кстати, здесь, когда говорили, вот у нас было общение, как-то мы когда говорили за ответственность, посмотрите, есть дары, есть служения, у нас есть несколько мест, и разные действия, которые совершаются в церкви. Но в этом все есть один бог, который всем этим управляет. То есть бог управляет, чтобы были в одной общине разные абсолютно виды служения и так далее. Третье вопрос. Бог производит во всех людях и в церкви духовные дыры. Почему это важно нам знать, что бог производит это? Как вы думаете? Бог производит, вот в шестой стих, если хотите, можете даже прочитать. Что это значит? Почему Павел об этом пишет? Почему это важно было об этом сказать? Как это будет? Абсолютно верно. Представьте, вот вроде бы, вот мы собрались там, ну вот, Танюша, да, она, например, сейчас, там, с Викой, да, они там за стол. Ну, кажется, ну, что мы там делаем? Ну, стол сделали, ну, поели. Представьте, на самом деле, это бог так делает, чтобы у Тани пробудилось желание послужить, чтобы у нас было стол, и мы могли перепустили. Видите, там, это бог это производит. Это не просто, ну, стол, и стол, там, ну, что? Например, вот Рома решил там подыграть с Сашей на этом пианино. Я просто, на самом деле, я когда Анечка разговаривала с Ромой, я думала, что это так Аня взялась за то, чтобы... Хотя Рома немножко об этом намекал, типа, ребята, да, если хотите, он бы получался. И я понял, чтобы Бог покрутил сердце на Анну, значит, говорить Рома, и чтобы Рома послужил здесь, тем даром, которому не обидеть. Чтобы он также помог Сашему немножко разнообразить прославление. Это все производит Бог. Это не потому, что мне что-то там причетилось, если я это захотел. В Библии написано так, Бог в человеке производит хотение и действие. Третье, шестение и действие. Пятый момент. Проявление Святого Духа идет на пользу тела, проявления, тела, креста. Седьмой стих. Проявление Святого Духа. Кто может седьмой стих прочитать? Пожалуйста. Опять же, представьте, есть одарованный человек. Бог ему дал какой-то дар. И он такой ходит, очень гордится собой, что он такой одарованный. И вот он сам себе нравится. Друзья, ну тут написано, Бог может наделяет на человека даром. Для каким даром? Для чего? Для чего? На пользу. А какая польза может быть? Для какой пользы? Как это? Спасение. Еще какие могут быть варианты? Возрастание Церкви. Да. Для созидания, это в другом тексте, Ефесянам 5 глава написано, для созидания тела Христова. Для того, чтобы тело Христова росло и развивалось. Вот и все. Бог каждому человеку наделяет его определенным даром для того, чтобы Церковь развивалась. Теперь вопрос. А если человек такой, знаете, да не, ну я как бы здорованный человек, ну это так, ну я сам по себе. Ну как-то есть какая-то польза вообще? Ну сам по себе, ну как бы ничего нет. Какая польза от этого? Если человек не ровно не прикиняет. Как вы думаете, что будет чувствовать человеку, который одарован и даром только с этого, но который абсолютно не принимает никакого участия в жизни Церкви, в развитии Церкви? Вот как вы думаете, что он будет чувствовать для начала человека? Что в нем будет происходить? Какие чувства? Нереализованность. Абсолютно верно. Он не сможет спокойно себя чувствовать. Он не сможет. Еще какие чувства его будут. Вы думаете, когда человек, когда он холодный, Богом, вот он имеет танцы, он начинает служить. Не за деньги. Просто служить. Что с человеком происходит? Вот он начал служить, вот он не из дара, он начал служить. Какие его чувства начинают наполнять? Развитие. Еще какие мысли есть? Спасибо. Радость его начинает наполнять. Еще. Нет, все, беспокойство уходит. То есть, у него в душе начинает происходить отклик. Духу Святому это нравится. Дух Святой начинает в человеке, он в нем, как бы, его наполнять начинает святой жизни. Потому что человек реализовывает свой этап. Он чувствует свою духовную полезность. Я был такой случай, где-то месяца двое назад ко мне обратилась одна семья из Украины, которая выехала в Германию. Они ко мне обратились на том, что она выехала в Германию. Я не знаю, как вам можно помочь. Они говорят, Сергей, мы как бы вот хотим ехать, мы выехали из Украины, мы находимся в Германии, ходим в церковь, то мы себя чувствуем абсолютно без полезной церкви. Хорошая церковь, хорошие люди, мы хотим, что-то делать для Бога. Мы там увядаем, зряем еще герои. Мы в той церкви, где мы раньше были, в Киеве, мы очень много трудились там. У нас были поездки, мы служили, мы там, хотя, я такой финансовый одиночество как бы обеспечить. Мы чувствуем, что в Германии никого. Есть ли возможность в Англии поспусить, вернуть к Богу? Я просто честно, вот я когда это услышал, мне же все знали, рассказали. Ну, приятно, потому что, когда человек думает не только о каких-то возможностях, он хочет служить, он чувствует в этом отлик в душе. Я думаю, это нормальное состояние возрождет человека, здорового населения. Он хочет быть реализованным в Децарстве Божьем. Друзья, шестое, видите, я ошибся, думал, 5, но 5, это 6. Святой Дух разделяет дары как зиму и зону. Это выбор Божьего и человека. Расскажу интересную историю, которая случилась в семинаре, где я учился, в Киско-Богенцовском семинаре, у нас был один профессор, этот профессор у нас Духмар, который мы назвали, может кто-то помнит, кто-то знает, это последняя история, мы сейчас будем делиться на год. Он приезжал из Америки работать в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве. И мы говорим, что у нас есть одно служение, одна ответственность, которой некому заняться. А он такой, знаете, преподаватель, у него там три манистовских стеления, он преподает богословие, у нас некому заняться библиотекой. Вот реально библиотека стоит вообще, но некому. И он такой, а что, библиотека, я приехал на библиотеку для того, чтобы библиотекой заниматься. Говорит, ну ладно, короче, ну попробуй. И он такой, где-нибудь, говорит, я такой зашел дальше в библиотеку, помолился, думаю, господи, ну это если бы я как бы призвание от Бога, от Тебя, то дали как бы к этому такое, трепет такой, страстики, да? И говорит, меня начало, говорит, такое наполнять, желание, свидяться библиотекой, что, если уже внимательно, это я был свидетелем, во-первых, он эту библиотеку довел до ума, он в библиотеке вырос до такого состояния, что она стала одна из лучших библиотеков Украины по господской литературе, и он еще не остановился, он еще получил фангистовскую серию в области библиотеческих новостей. Все, и парень на кроме конкретно уже. То есть, что происходит? Смотрите, он приезжает, и он понимает, Бог может признать, Бог в этом конкретном деле послужить этим даром. И Бог в нем начинает пропускать это желание, и он совершил это действие, и он получил по максимуму благословений и семинария благословений. О чем это говорит? Господь поделяет человека с Богом даром, его это будет. То есть, даже попав в нашу большую силу, добрый человек никогда чем-то не занимался. Тут у него появляется интерес, он хочет этим заняться, это Бог уходить. Может человек у нас в этом не может что-то подсчитать, что в чем-то развивается, благословений человека побуждает. Опять еще такой момент, если у кого-то что-то хорошо получается, и мне это нравится, это еще не факт, что Бог это хочет это не факт. Потом мы будем отдельно посвятим как найти свою куклу как его определить. Это отдельная тема. Но нам важно эти 6 моментов их зафиксировать. Это то, что касается духовного дара. Смотрите, друзья, у меня есть три вопроса. Что для вас было в вашем сегодня по духовной программе? Тексты перед вами. Кстати, еще три текста. Лежит я пару раз. Определили ли вы свой талант перед духовной дарой? поделитесь другом с другом. Да, нет. То есть мы поделимся что вы. Это где-то по 5 минут на каждом курсе. Определили свой духовный дар? Да, нет. Как поделитесь? Если нет, ничего страшного. Вы уже знаете, как можете его поделиться? в интерьер класса. Все, друзья, пожалуйста, можете в группе объединяться с дробочками втроем, можете с дробочком я могу сейчас сесть втроем рассуждать. Вот так вот на три человека. Можем идти с собой и попить. Все, друзья, потом можем делиться и вот в 6 ситуациях как раз еще последний момент очень важный. Можете помолиться друг с другом? Мы поделимся, помолимся. Я включаю музычку, можем делиться. Три вопроса. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва.